Уважаемый суд, поступаю в суде, я буду краток, но пока поставлю вот этот портрет. Буду на него смотреть. Я знаю, какое решение вы примите. Это меня не удивляет, я, наверное, зря тратил время, расспрашивая свидетелей, участников процесса, потому что решение предопределено. И вы это все хорошо понимаете. Я вспоминаю тот лозунг, с которым выходили диссиденты в советское время с требованием «Соблюдайте ваши законы». Участники процесса, в том числе свидетель, все-все стороны ссылались на пункт 3.6. Уважаемый прокурор тоже на него ссылался и зачитывал. Однозначное требование закона, однозначное, не имеющее никаких иных толкований, кроме того, что положение настоящего пункта, пункта 3.6, который ограничивает пассивное и избирательное право, распространяется на участников, я не являюсь участником, членов, работников, я не являюсь ни членом, ни работником экстремистских и террористических организаций и иных лиц, в действиях которых, вступившим в законную силу решением суда, установлена причастность к деятельности экстремистской и террористической организации. Никаких других оснований. Письма, предположения, какие-то перепечатки из газет, какие-то мысли о том, что якобы, если Волков что-то анонсировал, а потом Ханова признали организатором, то Ханов, значит, является сотрудником Волкова. Абсурд, это юридически никак не установлено. Уважаемый суд, тут сидят юристы, и мне, программисту, который человек логики, мне стыдно, почему-то я не понимаю простую и логическую вещь. Почему предположения никак не доказаны юридически, принимаются судом во внимание, а пункт 3.6 закона Российской Федерации в полном объеме во внимание не принимается. Я полагаю, что все документы, в которых тут пытаются доказать, что я являюсь экстремистом, являются неполноценными, неопределенными, юридически незначимыми, потому что это всего лишь предположение. В решении суда, центрального суда, от 22 февраля, по моему поводу, или от 1 февраля, ясно указано, что это решение не имеет отношения, в нем не рассматривалось мое отношение к фонду борьбы с коррупцией. Никак не доказана моя связь с фондом борьбы с коррупцией. Тем более, что на тот момент фонд борьбы с коррупцией была вполне вовсе не экстремистская организация. Итак, мне доводы моих оппонентов интересны лишь только в той части, почему они нарушили требования закона 67-го об основных гарантиях, которые однозначно требуют, что ограничение по силу избирательного права распространяется на участников, членов, работников и иных лиц, в действии которых, вступившим в закон и решением суда, установлено причастность к деятельности экстремистской террористической организации. Мои оппоненты, избирательная комиссия, управление юстицией, управление внутренних дел, центр борьбы с экстремизмом, который старательно ищет экстремизм там, где его нет, они не удосужились запросить решение суда, по которому бы Ханов был назначен участником экстремистских организаций. Нет такого решения. Следовательно, Ханов отношение к экстремистским организациям не имеет уважаемый суд. Решение было принято в избирательной комиссии несправедливое, оно должно быть отменено, поскольку этим решением, принимает этим решением вы обвиняете меня в экстремизме, экстремистом, которым, хотя я экстремистом не являюсь. Вы сегодня так тщательно рассматривали все эти вопросы об экстремизме. И это мне напоминает те времена, когда генеральным прокурором Советского Союза был Андрей Януарьевич Вышинский. Я не стану говорить про все это. Вы знаете без меня, не знаете, посмотрите в Фейсбуке. В те времена людей по предположениям не просто объявляли кем-то там экстремистами, шпионами, их расстреливали. Вот здесь в 25 километрах от Новосибирска есть, от Берска есть карьер-ложок, где тысячи трупов, невинных людей должны вам напомнить о том, что право, уважаемые юристы, должно соблюдаться независимо от того, что кому прикажет начальство. Я закончил и прошу меня извинить, никакого неуважения к суду у меня нет. Я покидаю это заседание, поскольку решение предопределено и тратить ваше время на имитацию. Простите, это во время Дышинского была имитация правосудия, правосудия не было. Надеюсь, сегодня здесь свершится правосудие и вы мне об этом сообщите. Благодарю вас, извините, что я потратил ваше время. Я очень не хочу, чтобы наша страна возвращалась к жутким временам 30-х годов и 40-х.